Музыка Профессиональные команды в дисциплине CSGO узнали своих соперников на предстоящем первом в 2015 году мейджор турнире с гарантированным призовым фондом в 250 тысяч долларов. Организаторы ESL One Katowice распределили лучшие мировые команды по группам и уже все зрители могут оценить потенциальные шансы своих фаворитов. Сразу бросается в глаза, конечно же, группа А, в которой находятся сразу два украинских коллектива Na'Vi и Flipside Tactics. А вот бороться с ними будут или скорее наоборот шведы Fnatic и австралийцы Vox Eminor. Кому в этой группе повезло меньше всех, так это скорее австралийцам. Все понимают, что этот коллектив на бумаге выглядит аутсайдером, но это Counter-Strike и в нем бывает абсолютно все. Что касается двух украинских команд, то борьба развернется в первую очередь между ними. Na'Vi имеют обиду за групповой этап Star серии 12 сезона, в котором Flipside переиграли их 2-1 по картам. Ну а сами Flipside в свою очередь будут пытаться повторить свой успех. Вообще задача Flipside на этом турнире пройти как можно дальше и минимум выйти из группы, потому как попадание в топ-8 это гарантия прямых квот на следующий межор-эвент. Так или иначе, мы желаем удачи Flipside и Na'Vi. Кто знает, может им под силу вдвоем выйти из группы и оставить за бортом австралийцев и грозных шведов, которые по всем показателям являются фаворитами всего турнира в целом. Что касается остальных групп, то они предельно сбалансированы, в каждом есть свой фаворит, аутсайдер и крепкий среднячок, который может удивить. В целом на данный момент CSGO очень равный, если смотреть на него с точки зрения распределения сил у команд. Практически каждый коллектив имеет отличные шансы на успех, и Салван Котовицы, как никакой другой турнир, станет отличным показателем подготовки команд. Киберспортивный организаторский бум продолжается, и на очередь встал оргкомитет Gfinity, который сообщил всем участникам и зрителям, что отныне их призовые в CSGO увеличены. Кроме этого, изменениям подвергся и формат турниров. Две группы и по четыре команды сыграют между собой по системе GSL. По их результатам будут выбраны пары лучших, которые сойдутся между собой в сетке Single Elimination. Все матчи пройдут по системе Best of 3, кроме финального. Победитель будет определяться в противостоянии Best of 5. Первый турнир CSGO Spring Masters пройдет 21-22 марта. На него уже приглашены 8 команд, в числе которых есть и Virtus.pro. В конце года Gfinity планирует провести турнир в нескольких дисциплинах под названием Gfinity Championship LAN 2015, на котором также найдется место для CSGO. Никаких подробностей о финальном ивенте пока обнародовано не было. Среди прочих команд, приглашенных на этот турнир, стоит выделить французский дуэт Envy и Titan Esports, а также шведских обновленных ниндзей в пижамах. Очередная новость о возможном возвращении легендарнейшего игрока, киберспортивного тяжеловеса во всех смыслах этого слова. Дэнни Зоник Соренсон заявил о своем намерении вернуться в соревновательный Counter-Strike. С того момента, как я повесил мышку на гвозе в 2012 году, ни для кого не секрет, что я, естественно, хотел бы снова играть. Несколько недель назад мы говорили с одним парнем, который очень хотел бы снова меня видеть на профессиональной сцене, и возможно, но только возможно, это скоро случится. Конец цитаты. После того, как мы узнали о возвращении Оливера Майнета, и тут же Дэнни Соренсон дал о себе знать, стоит, конечно же, предположить о том, что Mortal Teamworks может стать в один ряд с лучшими коллективами мира. Но это только наши догадки, и как только от игроков последуют официальные заявления, мы обязательно ознакомим вас, но только в следующих выпусках новостей. И напоследок, дорогие друзья, новости о военной онлайн-игре War Thunder. К ней вышло обновление 1.47 под названием «Крупный калибр», которое названо так, потому что включает в себя сразу несколько крупнейших образцов военной техники всего мира. Это самый большой в мире танк немецкий 188-тонный Maus, американский бомбардировщик B-29 Superfortress с размахом крыла в 43 метра, и немецкий бомбардировщик FW-200 Condor. Из советских машин стоит отметить раннюю версию знаменитого штурмовика Ил-2. Особенность конкретно этой модели – максимально детальная схема бронирования, смоделированная аж из 30 элементов. На этом все, дорогие друзья. Спасибо за внимание. Всем удачных выходных. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!